Владимир Вячеславович Фисенко, политолог, уже присоединился к нашему эфиру для обсуждения этой темы. Мы вас приветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот, знаете, хотелось бы поговорить сначала с вами о том, что произошло сегодня. В частности, уже есть первые реакции и в России. Вот, к примеру, Захарова заявила, что выделение США военной помощи Киеву – это прямое спонсирование террористической деятельности. Ну, мы, в принципе, ожидаем, что будет гораздо больше реакций подобного типа и, возможно, даже новые методички какие-то появятся по этому поводу. Но, знаете, главное другое. Насколько это важный сигнал для Кремля, что все-таки Соединенные Штаты неуклонно продолжают и будут поддерживать Украину в дальнейшем? Ну, в первую очередь, это сигнал украинскому народу, что Соединенные Штаты остаются нашим партнером. Да, были внутренние проблемы, межпартийная предвыборная борьба, ну, скажем так, проблемы с политической конъюнктурой в Нижней Палате Конгресса. Но эти проблемы удалось преодолеть. Все-таки понимание национальных интересов, понимание необходимости помощи Украине, как и другим партнерам США, это все-таки взяло вверх вот этот рациональный подход. Потому что это отвечает национальным интересам США, на самом деле, интересам международной безопасности. Ну и, конечно же, вот для нас важно, что при всех внутренних проблемах вот в республиканской партии, там есть определенные разногласия. И даже не потому, что там часть республиканцев против помощи Украине. Некоторые республиканцы считают, что нужно помогать только военным путем, только поставке оружия, но без макроэкономической помощи. И голосов могло бы быть больше даже, ну поскольку вот все-таки этот законопроект предусматривает в том числе и макроэкономическую помощь. Но так или иначе, сохраняется двухпартийная поддержка Украины. И действительно, это и сигнал Москве в том числе. Не дождетесь, вот как в известном анекдоте. Не дождетесь. Вы думали, что все, Америка забыла про Украину, не будет помогать, и тогда у Путина будет шикарный шанс добиться победы. Ну, поскольку, действительно, американская военная помощь очень значима. Без нее, вот как показали последние полгода, нам тяжело удерживать позиции. Не хватает и артиллерийских снарядов, и ракет ПВО. Но все-таки мы видим, что наши партнеры все-таки добились результата. И отмечу, что в этом результате и немалая доля работы украинской дипломатии, президента Зеленского, который несколько раз был в США, вот встречался и с Майком Джонсоном, спикером Нижней Палаты Конгресса. Перед этим голосованием был разговор Зеленского с Майком Джонсоном. Ну, не непосредственно, а чуть раньше были встречи с конгрессменами, были встречи с представителями Белого дома и с представителями Республиканской партии. То есть шла ежедневная, очень активная работа. Поэтому это и победа наших друзей в США, но это и победа Украины, победа украинской дипломатии. Потому что украинцы, также отмечу, кстати, депутатов, целый ряд народных депутатов Украины активно работали с конгрессменами и тоже внесли очень важный вклад. Так что это общая победа наша. Пока победа такая, я бы сказал, законодательная, еще не окончательная. Еще надо дождаться голосования в Сенате. Но там ситуация все-таки несколько более благоприятная. Там не было таких проблем, вот как в Нижней Палате Конгресса. Мы знаем, что вот на ту же сумму законопроект о поддержке Украины на 61 миллиард, ну, также вместе с поддержкой Израилю, Тайваню, такой законопроект был проголосован еще несколько месяцев назад в Сенате. Поэтому я думаю, что вопрос только в том, сейчас как быстро Сенат проголосует. Но в целом пока промежуточно, будем пока осторожно так оценивать, но пока промежуточная, но очень важная победа для Украины. И это, конечно же, существенно укрепит наши позиции на фронте, как и в целом наши позиции в противостоянии российской агрессии. Скажите, Владимир Вячеславович, вы сказали о том, что после этого решения со стороны Палаты представителей, ну, скорее всего, мы не увидим каких-то баталий. Что-то может поменять или нет? Ну, вот Чак Шумер, лидер демократического большинства, уже сказал, как только к нам поступят документы, мы готовы уже работать в этом направлении. Уже давали информацию по поводу того, что, скорее всего, этот законопроект вынесут на голосование уже 23 апреля. Это, получается, следующий вторник. Да, ну и, грубо говоря, уже вот следующая неделя у нас будет, ну, скажем так, определяющая в том, да, как мы в дальнейшем увидим эту помощь и, соответственно, согласование уже в окончательном варианте со стороны, ну, всей этой цепочки, да, соответственно, при подписи, конечно же, лидера американцев Джозефа Байдена. Я думаю, что да, подпись Байдена будет. По Сенату, ну, с высокой вероятностью все-таки там не будет сюрпризов. Я уже сказал, что похожий законопроект, несколько иной по форме, потому что речь шла о совместном пакете международной поддержки, где одновременно предусматривалась поддержка и Украине, Израилю, Тайваню. А вот сейчас проголосовано четыре отдельных законопроекта. Правда, их будут объединять, но, ну, суть та же самая примерно. Разница небольшая. И поскольку тогда уже в Сенате были необходимые голоса, то и сейчас, я думаю, проблем не будет. Вот на что обращу внимание. Сказали про дату 23 числа. Могут быть дебаты, поэтому вот 23 число. Но Сенат, на самом деле, должен был пойти на перерыв. Ну, и Конгресс США, и Сенат, или Сенат, как и Верхняя Палата Конгресса, работают, ну, примерно по такому же принципу, как и Верховная Рада Украины. Есть пленарные заседания, пленарная неделя. Есть работа в округах, работа с избирателями. То есть не каждую неделю Сенат работает в пленарном режиме. Вот специально ради этого вопроса Сенат, скажем так, будет проводить неочередное заседание. Потому что у них, в принципе, пленарная работа должна была быть после 29 апреля, только через неделю, фактически в мае. Но вот поскольку вопрос очень важный, не терпит отлагательства, то, судя по всему, Сенаторы будут его рассматривать в таком неочередном порядке. Это тоже подчеркивает и особое партнерское отношение к Украине, и особую значимость этого вопроса. Кстати, отмечу еще одну важную деталь. Вот мы сейчас говорим о законопроекте в поддержку Украины. Мы его очень долго ждали, полгода фактически. И, конечно, для нас это очень радостная новость. Но сегодня был проголосован еще один важный законопроект. И опять-таки в пользу Украины. Речь идет о законопроекте о возможности конфискации российских активов в пользу Украины, для помощи Украине. Этот законопроект, который тоже был поддержан, я, по-моему, около 360 депутатов проголосовало в Нижней Палате, он предполагает, что президент США получает право конфисковать конкретные российские активы как физических, так и юридических лиц и использовать их в различных фондах для поддержки Украины, либо для непосредственной текущей, в том числе военной поддержки, либо для восстановления Украины. И это действие может быть согласовано с партнерами. И, кстати, президент должен... Это не обязательство, это рекомендация президенту. Но президент должен будет отчитываться, что он сделал по этому вопросу. Так что сегодня, я бы сказал, двойная победа Украины, поскольку проголосованы в нашу пользу два важных законопроекта. Владимир Вячеславович, абсолютно разделяю вашу сконцентрированность конкретно на Украине, и что это значит для Украины. Это все-таки основной вектор. Но мы не можем забывать о нашем противнике в том числе, и первая и вторая новость очень сильно взбудоражила российские средства массовой информации. По поводу активов, конечно, больше, просто потому что, может быть, больше было времени у них, на это было больше высказываний. Но вот я хотела бы еще озвучить одну из цитат по поводу помощи для Украины. Медведев уже высказал свое мнение, сказал, что это решение, выделить со стороны Соединенных Штатов помощь Киеву, это просто голосование за максимальное увеличение числа жертв военных действий. И все-таки реакция, так или иначе, нашего противника тоже свидетельствует о том, насколько это решение важно для них. Важно не в плане позитивном, как для Украины, а в плане возможного поражения на том или ином этапе. Я не говорю о полноценном поражении войны, я говорю на определенном этапе. И как минимум, ведь в дипломатическом поле это можно точно рассматривать как поражение, потому что ведь в России уже пытались раскручивать эту пластинку о том, что все-таки Соединенные Штаты Америки перестанут поддерживать Украину, о том, что все забудут об Украине, что уже устали американцы от Украины. Но вместе с тем вот такая, что называется, пощечина. Насколько действительно это повлияет на Кремль и на его такую решимость и дерзость? Не, ну, знаете, я даже не говорил бы про дерзость, я бы говорил про такое, я бы сказал, бандитское нахальство, агрессия. Мы ее увидели и в 2014 году, и в 2022 году, поэтому что нам удивляться? Да, сейчас они истерят. Вот то, что вы процитировали, и вот эта печально известная Мария Захарова, вот эта фурия из российского МИДа, и Медведев, который тоже известен своими агрессивно-истерическими постами. Но вот сейчас они злобу свою выбрасывают, потому что они этого не ждали, они этого не хотели. Они были убеждены, что все, вопрос решен, Украину поддерживать не будут, и у них будет преимущество. Они не могут победить нас на поле боя в равных условиях. При равном соотношении сил. И вот последние полгода они получили, к сожалению, преимущество и по артиллерийским снарядам, и преимущество в воздухе. Оно и так у них было. Просто у нас стало меньше ракет для ПВО. И, к сожалению, у россиян преимущество в воздухе увеличилось. А это сказывалось и на фронте, и в прифронтовых регионах, и в ударах по украинским городам, и украинской инфраструктуре. Конечно, у россиян возникло преимущество. И это только усилило их агрессию, самонадеянность, вот это бахвальство. Они думали, все, уже победа в кармане, все решено. Они считали, что Украину бросили. Оказалось, что нет. Кстати, тоже важный момент. Потому что некоторые конгрессмены, республиканцы, когда выступали в дебатах по поводу поддержки Украины, говорили, вот Европа должна помочь. Европа как раз последние полгода увеличила свою помощь Украине. Вот пока была задержка от США, Европа увеличила. Европейцы показали. Не все, может быть, тут не буду обобщать, но мы увидели целый ряд европейских стран, ну, скажем так, выделили нам дополнительные пакеты военной поддержки. И вот теперь и Соединенные Штаты. Конечно, это вызывает злобу, истерику в Москве. Ничего, раз они истерят, значит, все правильно сделано. И это только лишний раз показывает, что они сейчас, скажем так, вынуждены будут менять свою стратегию, свои подходы. Потому что они думали, что они нас додавят из-за вот этого преимущества. А теперь понадобится, конечно, какое-то время, потому что есть логистика, да, поставки не придут сразу, да. Вот хотя уже Пентагон, Министерство обороны США пообещало, что как только будет подписан законопроект о помощи Украине, уже готов технически первый пакет военной помощи, он будет сразу же отправлен Украине, вслед за ним другие. Поэтому и это пакеты как раз, которые касаются того, что нам в первую очередь нужно. Это и артиллерийские снаряды, ракеты ПВО и ряд других видов оружия, которые сейчас крайне необходимы на фронте. Поэтому вот в России сейчас очень недовольны, потому что их планы, их надежда сорваны. Ну и как раз, знаете, вот, скажем так, в поддержку ваших слов и мнений и позиций, по крайней мере, вот и последних, Владимир Вячеславович, я зачитаю, да, несколько комментариев, которые вот начали-начали сыпаться, там из-за бугра, соответственно. Но вот Песков, да, такой ручной рот Путина, да, заявил ТАСС, пропагандистскому ТАСС, понятно, мы тут на всех пропагандистов ссылаемся, да, что, представьте себе, да, вот представьте, конфискация активов Российской Федерации, знаете, что сделает? Она навредит имиджа Соединенных Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну. Я думаю, там все. Там, наверное, кто у него, глава Минфина? Напомни, пожалуйста. Просто, ой, боже мой. Джанет Йеллен. Да, Джанет Йеллен, наверное, да, 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 Джанет Йеллен там сидит, наверное, уже и плачет, читая Пескова, думает, что же делать с инвестициями. Песков, ты попал в самое сарденько, Джанет Йеллен, я думаю. Прямо вот так вот этим комментом. Да, и Захарова еще, да, моя прекрасная коллега, Каролина Король, да, она написала о том, что выделение США военной помощи Украине, не, военная помощь киевскому режиму, эта цитата, является прямым спонсированием террористической деятельности, прости господи, Тайваню, она разделяет, Владимир Ильич, она разделяет, Тайваню, это вмешательство во внутренние дела Китая, хорошо так, да, так, темного, товарища Си, вот, и Израилю, а Израилю, когда помогают Соединенные Штаты Америки, это прямая дорога к эскалации беспрецедентного обострения в регионе, соответственно. Так вот, интересно, обращаясь к Захаровой, Владимир Вячеславович, вот что, это вот попугает, пытается напужать Захарова, что эта вся помощь со стороны Соединенных Штатов Америки только углубят вот эти все истории, мировые кризисные явления. То бишь, Израиль жди, Тайвань жди, Украина жди, так получается, да? Нет, ну, в данном случае, да, я думаю, что вряд ли кого-то напугает госпожа Захарова, ну, они пугают только тех, кто готов бояться. Вот это очень важно понимать. Вот эти все Захаровые, Медведевы и прочие, они могут напугать только тех, кто уже готов бояться России. А история нашей войны против российской агрессии показывает, что не надо бояться. Если вы не боитесь, вы не будете проигрывать, вы выстоите. А вот если бояться России, идти на уступки России, вот тогда неизбежно будет проигрыш. К сожалению, вот такой печальный опыт и мы имели в том числе, поскольку мы пошли на уступки не только России, но и нашим западным партнерам по ряду пунктов минских соглашений. Были надежды, что да, вот и пойдем на компромисс, и как бы все будет нормально. Оказалось, нет. Если Путин чувствует слабость, он только, знаете, как агрессивный пес, да, он чувствует кровь, да, вот он будет атаковать, он будет идти вперед. Точно так же действовал Гитлер. Поэтому бояться не надо. В данном случае вот эти все заявления, это сигналы. Сигналы не нам. Нас уж точно они напугают этими заявлениями, а Америку тем более не напугают. Американцы действуют иногда слишком осторожно, но не потому, что боятся России, они действительно не хотят эскалации международной ситуации и не хотят рисков ядерной войны. Но вот эти сигналы, это в адрес Китая, это как бы демонстрация Китая. Мы на вашей стороне. Видите? Мы вот поддерживаем вас, поэтому вот американцы готовы помогать Тайваню, а мы готовы помогать вам. Они на самом деле мечтают, чтобы Китай поддержал войну России против Украины. А Китай нет, Китай держит дистанцию. Да, у Китая свое противостояние с США, в том числе и по Тайваню, но они не хотят поддерживать войну России против Украины. Вот это важный момент. По Израилю очень показательно. Это сигнал скорее Ирану. Это вот демонстрации союза с Ираном. И на самом деле, вот это заявление, я думаю, что очень важно, чтобы внимательно изучали в Израиле. Это еще одно доказательство, еще одна демонстрация того, что Россия действует против Израиля. Россия чем дальше, тем больше становится врагом Израиля. Вот вам конкретные доказательства. И господину Нетаньяху, главе израильского правительства, в конце концов надо подумать о том, что его дружба с Путиным, она ничего не приносит Израилю, кроме проблем. А Путин фактически помогает врагу Израиля, Ирану. Вот о чем нужно думать. Поэтому, да, здесь как раз Россия обозначила своих союзников, как реальных, так и потенциальных союзников, на кого она рассчитывает. В частности, вот она хочет, чтобы Китай больше помогал России. И обозначает, конечно, с кем у нее противостояние. Но для нас важно другое, что мы не одиноки в борьбе с российской агрессией. И вот решение, принятое в Конгрессе США, как раз вот и бесит россиян, потому что они понимают, да, они не смогут идти войной на нас, когда мы будем одни. Мы сохраняем поддержку наших партнеров. А при поддержке наших партнеров Россия победить не сможет. Я хочу еще уточнить по поводу того, как этот проект помощи в целом повлияет на прогресс поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки и Украины. Владимир Зеленский говорил, что после голосования этого пакета помощи активизируются гарантии безопасности, договоренности о гарантии безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. О каком голосовании шла речь? Непосредственно о голосовании уже в Сенате или сегодняшнего, например, достаточно для этой активизации? Нет, нет, нет. Речь идет о другом. Речь идет о подготовке соглашения, о подготовке подписания соглашения о сотрудничестве между Украиной и США в сфере безопасности. Мы уже подписали такие соглашения, по-моему, уже с 10 странами. Я сейчас могу ошибиться. 9 точно. Да, в том числе 5 стран Большой Семерки. Вот из Большой Семерки остались только США и Япония, которые еще не подписали с нами такие соглашения. Вот в январе мы подписали соглашение с Великобританией, потом Германия и Франция и целый ряд других стран. Вот недавно с Латвии подписали. Готово, насколько я знаю, уже соглашение с Чехией, но ожидает, когда будет уже, ну скажем так, торжественная церемония, встретятся президенты и подпишут это соглашение. Да. Вот из США готовится такое соглашение. Оно будет очень знаковым. Это то, о чем украинские дипломаты мечтали еще с 90-х годов. Потому что вот, помните недавнюю дискуссию, несколько дней назад, когда Соединенные Штаты и Великобритания помогли Израилю отразить воздушную атаку Ирана. И у нас, конечно, было много эмоций, но вот видите, нам американцы помогли Израилю, а нам так вот не помогает. Ну, есть нюанс. Опять-таки, Россия ядерная страна, поэтому риск прямого военного столкновения. С другой стороны, с Израилем уже партнерские отношения, в том числе договор о безопасности, многие десятилетия, еще с конца 70-х годов. Ну, а реально еще раньше партнерство началось. С Тайванем тоже история многих десятилетий партнерских отношений и помощи США в обеспечении безопасности Тайваня. И вот сейчас и мы идем этим же путем. Вот то, что мы оказались, скажем так, в одной связке с Израилем и Тайванем, странами, которые имеют давние партнерские отношения с США, а мы только формируем эти отношения. Но мы сейчас и хотим эти отношения зафиксировать в юридической форме. Пока это не двусторонний договор полноценный, соглашение, которое не требует ратификации в Конгрессе, ну, и, естественно, в нашем парламенте. Но у нас таких соглашений раньше не было. И вот это соглашение, оно предполагает на 10 лет, ну, вот по опыту других стран, я говорю, потому что США еще пока не подписано, фиксацию экономической, военной поддержки Украины, совместная работа по развитию обороны промышленности Украины. И, конечно же, процедуры сохранения помощи Украины в случае, если на нас нападение России. Это непрямые, но очень важные гарантии безопасности для нашей страны. Так что вот именно это имел в виду наш президент. Сейчас будет оформлена юридическая помощь Украине на текущий год. А после этого, вот я думаю, в ближайшие месяцы будет подписание вот этого важного соглашения между двумя нашими странами о сотрудничестве в сфере безопасности. И это подтвердит как раз юридические партнерские отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Владимир Вячеславович, спасибо вам большое, что присоединились к нам. Благодарим, всегда вам рады. Я просто еще отмечу, что когда был принят этот законопроект, соответственно, мы все видели, как члены Палаты представителей вставали с флагами. Можно одну деталь? Да, хорошо. Это важная деталь. На самом деле не все знают. Это, ну скажем так, не очень разрешено в Конгрессе. Но только американские флаги могут быть. Делаются отдельные исключения. Ну если выступает, допустим, вот как выступал президент Зеленский в Конгрессе. А здесь сами конгрессмены нарушили традиции Конгресса. Это вот эта искренняя демонстрация солидарности с Украиной. Это тоже дорогого стоит. А знаете еще, Владимир Вячеславович, что дорогое стоит? Я тут смотрю тоже, ну мы смотрим телеграм-каналы. Да, есть друзья американца и тоже политологи. Так вот, те пишут «Слава Украине», а наши пишут «God bless America». Ну ребят, так я думаю, мы и должны держаться вместе в борьбе за демократию и против вот новой оси зла. Спасибо вам, Владимир Кисенко, политолог, был с нами на прямой связи.